Привет, друзья! Приветствую всех, кто зашел ко мне на канал. Сегодня вместе с вам приготовим шашлык. Шашлык из куриных крылышек, а точнее, из ключевой части крылышек. Благодаря вкусному и интересному маринаду шашлык получается нереально вкусный. Мясо нежное и очень-очень вкусное, повторюсь. А перед тем, как начать, не забудьте подписаться на мой канал, кто впервые в гостях. И давайте приготовим! Готовим маринад. У меня здесь куриные крылышки, плечевая часть. Если правильно называю, вот так и покупала. Все вот такие куски. Здесь чуть больше трех килограмм. На такое количество нарезаю вот такую, одну небольшую луковицу. Я уже все хорошенько помыла, высушила. Уже готова к маринаду. Маринад буду готовить поочередно и объяснять, почему так делаю. В первую очередь добавляю лук. Лук, как возможно, нарезала тоненько. Добавляю на лук соль. У меня больше килограмма, 3 килограмма мяса. Добавлю 3 чайные ложки, немного больше соли. С расчёту, что на килограмм одна чайная ложка соли. И вот так перетираем лук со солью, чтобы лук пустил свой сок. После того, как всё хорошенько перетерли и перемешиваю. Сначала перемешиваю соль с луком. Потом буду добавлять остальные специи. После того, как мясо перемешала с луком и с солью, начинаю добавлять остальную приправу. Добавляю сушёную мяту. Очень вкусно в маринаде. С шашлыком очень подходит. Кто не пробовал, просто рекомендую. Вынимаю большие такие части. Сезон сейчас мяты. Высушивайте. Не только к чаю, но и к мясу. Это очень вкусно. Добавляю специи. Здесь у меня паприка, острый перец и чеснок. Добавляю 3 столовых ложки соевого соуса. Так как у нас куриное мясо, оно совсем не жирное, добавляю растительное масло. Любое, как вы предпочитаете. 3 ложки. Курица в таком маринаде получается очень сочной и очень вкусной. И добавляю. Немного перемешаю. И скажу главный ингредиент, что добавляю. Немного перемешаю. Ложкой потом перемешивать руками. Шашлык любит, чтобы его перемешивали руками. И добавляю газированную воду. Вот такая у нас газированная вода. Немного. Смотрите, какая реакция пошла. И все хорошенько перемешиваю. Газированная вода делает мясо еще сочнее. И все это хорошенько вместе перемешиваю. Чтобы в каждый кусок попала и специя, и все, что добавили. Закрываю крышкой. Так оставляю на столе. Я буду... Мы будем готовить шашлык через час. Если будете готовить немного позже, ставьте в холодильник. Сейчас жарко. Я просто так оставлю на столе. Скажу, что я добавила приблизительно 150 или 200 граммов газированной воды. Немного. Такая красота у нас получилась. Прошло полтора часа, и наше мясо промариновалось. За это время я еще раз все перемешала, чтобы майнат хорошо вошел в мясо. И муж надевает на шампур. А в этом деле мастер он. Маринат, который остается после мяса, я не использую. И вам тоже не советую. В этом майнате и кровь от мяса, и лук, который уже отдал все свои вкусовые качества. Никогда не использую маринат, который остается после мяса. Из такого количества у нас вышло 6 шампура. Уже зажгли огонь на мангале. И поджарились овощи. Всегда летом, когда жарим шашлыки, жарим овощи тоже. И поставили жариться мясо. Запах просто обалденный. Если хотите, чтобы мясо жарилось равномерно, надо часто перекручивать шампур. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ овощи готовы мясо поджарилось всю эту красоту и вкусноту засыпаем луком и зеленью чтобы лук и зелень отдали свой свежий аромат так получается еще вкуснее закрываю лавашом чтобы вкус и перемешались пока все соберутся за столом и подаем на стол надеюсь вам понравится мой способ приготовления марината очень вкусное мясо и очень сочная получается с таким маринатом а кому понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал пишите комментарии это нереально вкусно муж покажет как вкусно собрать все в одной тарелке вот такая вкуснота это нереально вкусно марината im